Ночь в трущобах Мидгара прошла неспокойно. Ребята из группы Лавина понимали, что это только первый шажок, первый маленький-маленький робкий шаг в борьбе с таким монстром, как мировая корпорация Шинра. Сегодня им предстояла новая операция по взрыву следующего реактора и наш лидер группы Барретт ввел Лавину на это задание. Как вы помните, с ним был еще один главный герой Клауд, бывший солдат, и теперь еще к нашей группе присоединилась Тифа. Ребят, шестая часть прохождения Final Fantasy VII. Виртуозила приветствует вас на Виртуозила Game World и проходит игры вместе с вами на 100% и для вас. Итак, у нас сейчас здесь может быть несколько вариантов развития событий. Нас могут в поезде не поймать и поймать. И вообще, нам нужно, чтобы нас поймали. Но сначала, наверное, я вам покажу, что будет, если нас не поймают, а потом мы загрузимся. Ну, чтобы максимально, насколько мне позволяет игра, показать вам ее на 100%. Я! Вам это не личный вагон, ару разбрелись! Опять бандюги, боже, что ж мне так не везет? Че ты сказал? Слышь, ты че сказал? Гляньте, какой пустой вдруг стал вагон. Че происходит? Черт! Он опустел из-за личности вроде вас. Идем! Ты... Ты видел новости, да? Лавина предупреждает о новых атаках. Только такие преданные сотрудники, как я, поедут в такой день в Мидгар. Ты работаешь на Шинру? Я не собираюсь потакать насилию и свое место вам не уступлю. Баррет! Повезло тебе. Итак, что мы будем делать теперь? Че встал как отмороженный? Ты сбиваешь меня с ритма. Баррету нужно говорить. Только ничего, ты заводишься! Не заводись так со старту! Похоже, сцеплять вагоны уже закончили. Наконец-то отправляемся. Так, какая у нас следующая цель? Послушайте, мистера робота прежде всего. Ладно, я тебе расскажу. Джесси тебе, наверное, уже рассказала, что на верхней плите есть точка проверки безопасности. Это система идентификации, проверяющая все поезда. Которая Шинра очень гордится. Мы больше не можем использовать поддельные познавательные даты. Доброе утро! Добро пожаловать на линии Мидгара. Время прибытия на станцию сектора номер 4. 11 часов 45 минут. Значит, у нас осталось всего 3 минуты до точки идентификации. Ладно, через 3 минуты стрыгиваем с поезда. Усёк! Клауд, иди сюда. Давай взглянем на карту путей. Хм, вы единственный, кто заговорил со мной, да и просто зашёл в мой дом. Я впечатлён. Йоу, мистер всезнайка, крутой солдат. Ты же должен знать территорию вокруг реактора 5. Так что давай, ты нам скажешь, что делать. Бард уже очень боится потерять лидерство. При присутствии Клауда в группе я не сумел поговорить с менеджером. К сожалению, во второй раз пытаюсь это сделать. Хм, похоже, ты её уже видел. Ничего, встань поближе. Странно, точка идентификации должна была быть дальше. Тревога типа А. Обнаружены неидентифицированные пассажиры. Будет проведён поиск по всем вагонам. Повторяю, тревога типа А. Обнаружены неидентифицированные пассажиры. Будет проведён поиск по всем вагонам. Что происходит? Да чё вообще творится? У нас проблемы. Позже объясню быстрее. В следующий вагон. Кто-то нас сдал. Неидентифицированные пассажиры обнаружили в вагоне 1. Подготовка к блокировке. Вперёд, не тормози. Так, ну надо быстро поговорить с вот этим вот парнем. Ты даже сейчас со мной говоришь? Я правда впечатлён. Вот тебе кое-что в качестве вознаграждения. Тут можно получить пюро Феникса, если мы с ним быстро поговорим. И на джуншида... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Безопасности скорее, Вэш, они блокируют дверь, сэр. Нидентифицированные пассажиры вагона 2. Идёт блокировка. Просто беги, это наш запасной план. Так, эй, вы там шумите. Вау, 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 вау. Чёрт, взрослые люди, ведёте себя как дети. Ведите себя прилично в поезде. Что это значит у нас неприятности? А? Что за хрень? Хочешь попробовать это? Да, ого, не буду тебе мешать. Что? Только смотри, не привыкай. Я не успел дальше прибежать из этого долгого диалога. Да что же такое? Вакуум был заблокирован на станцию, получено среднее зелье. В общем, от него можно получить среднее зелье. Но при этом мы попались, что и всё. Это не поможет. Нам нужно было не попадаться сейчас. Так, ребят. Сейчас мы быстро всё переиграем. Просто поговорить со всеми на 100%, получить всё и ещё успеть. Но это не так легко. В любом случае. Да, мы были вынуждены это сделать. Так, а можно как-то в главное меню выйти? Так, сейчас будем смотреть. Вот здесь, кстати, очень хорошо качаться, ребят. Но я вот не помню, если мы будем качаться, то тут негде сохраняться. И в этом тоже есть проблема определённая. Почему? Потому что мне уже нужно сохраниться после прокачки. Да, вот здесь вот если пойти вперёд, бесконечно будут бежать солдаты Шинера, и будет бой за боем, бой за боем, бой за боем. Можно таким образом прокачаться хорошо. Кто-то говорил даже, что если здесь провести там какое-то там количество боёв, сумасшедшее там 500, допустим, то можно получить, по-моему, 1.35 солдат. Такой предмет здесь ключевой. Но я тут проводил боёв просто столько, что у меня уже... Засыпал буквально за компьютером, но ничего такого не получил. Скорее всего, это вброс. Вот интересно у вас эту информацию узнать, если честно. Если кто-то об этом знает, скажите. В любом случае, надо подумать, как мы будем действовать, поскольку нам нужно понять, где ближайшие сейфпоинты. Смогу ли я качаться здесь без вас? Так, сейчас будем это проверять. Значит, у нас сейчас в этой части следующая задача. Нам нужно пройти весь всё-таки поезд, а потом дать себе поймать в поезде. чтобы получить очки к свиданию с Барретом. Вот так. Я пока буду вперёд, я не помню. Я помню, ну, у меня есть примерное представление. Там после спусков в трубу будет сейф, но можно ли потом будет вернуться? Вот именно для этого я ставил молнию, чтобы у меня, ребята, она хорошенько срабатывала. Всегда мечтал походить по тоннелям метро. Ну, хотя бы Final Fantasy VII позволяет мне это сделать. В детстве, кстати, я думал, что мы что-то делаем неправильно, потому что экраны совершенно вообще не меняются никак. И... Стадовалось впечатление, что мы ходим по одному и тому же экрану. В Final Fantasy есть такое. Накуда в пустыне здесь бегать. В седьмой части я имею в виду. Детям, может быть, непросто в этом разобраться. Ну вот, мы дошли до системы безопасности Шинра. Дальше нам не пройти. И вот нужно куда-то сюда. Я все это не читаю, потому что потом еще прочитаю. Давайте попробуем спуститься. И вопрос один. Можно ли будет потом подняться? Нет, подняться уже будет нельзя. Следовательно, давайте думать, как мне покачаться там, чтобы потом, чтобы потом начать с момента, где ничего не пройдет, у него вашего внимательного взгляда в этом прохождении. Так, вот здесь должна быть точка сейва. Недалеко. Учайные сражения несколько все это затянут. Но ничего, ничего. Тем более, что они все бесполезны, поскольку будут все равно загружаться. и то, что они все бесполезны и то, что они все干очное. до . с и так как же нет где-то очень близко а не взял предмету кей все я вижу эти путешествия все по вентиляция метро вот она значит ребят начнем мы отсюда следующую часть как мы с вами сейчас поступим чтобы было полностью правильно все это все вы видели сейчас я загружусь и сыграю до этого момента пробежав все вагоны все как нужно дойдем до отсюда чтобы понимали все это от вас не ускользнуло потом и сохраняться не буду опять загружусь позволю чтобы меня в поезде поймали чтобы у нас очки с барротом прибавились и пойду вот туда вот в метро буду там долго долго качаться потом добегу до этого сэйва запишусь на нем и с него мы уже продолжим так а сейчас нам нужно попасть в главные минусы только есть выход и но здесь будет сочетание клавиш для выхода в вместо этого начинается бой ну хорошо давайте выйдем так выйдем и сейчас убедимся что запись вроде бы все в норме так хорошо хорошо теперь мы проходим весь вагон поезда сейчас нам нужно поговорить с менеджером шинра странно что менеджер шинра живет здесь в трущобах когда-то был такой сайт шинра ру и на нем было столько информации про файл фэнтези 7 полезные а потом видимо его забросили на нем причем реально была информация которые вообще на других источниках я не находил там какие-то тонкости были теперь вы это все сможете найти номер 2 зелы то что мы с вами читали я быстро пролистываю значит я вам показался крест что если во время тревоги вернуться к этому бездомному который живет в метро то можно от него получить перо феникса это мелочь такая приятная покажу за говорить с менеджером говорят с паром и скорее всего он за мне заговорить я пытаюсь всячески а он просто кричит а а а и все и беспокойтесь обо мне черт-черт-черт по дороге перед все и похвастаемся В общем, за свою жалкую душонку он тут трясется и еще хочет перед своими офисными такими же какими-то поразительными похвастаться. Так, это все мы читали. Ну, еще раз, для закрепления информации, показываю, что можно вернуться даже во время тревоги, получить пюро Феникса. Так, тут мы поговорили со всеми, теперь нам нужно просто поговорить с тем персонажем и получить не узели. Мы сейчас этого не делаем, поскольку уже нет смысла будем загружаться дальше. Багон 2 заблокировали, повышение уровня безопасности до третьего. Вот этого еще не видели. Отлично, мы оторвались. Пока нет, они попробуют еще раз. Если нас обнаружат, все кончено, но не беспокойтесь, если мы будем двигаться к началу поезда, вагон за вагоном, мы сможем этого избежать. Неидентифицированные пассажиры движутся к началу поезда, определяя местонахождение. Хи-хи. Что-то украл у нас, да? Нет выхода. Ну, хоть один шанс. Ловушка, а? Точно. Простите, я сделаю все как было. Все, он теперь возвращает. Ну что ж, как-то так. Джонни, все, 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 больше не можем говорить, ребят, дальше бежим. Вагон 3 заблокирован, повышен уровень безопасности до четвертого. Бр-бр-бр, просто наши дни не вырубили меня. Кто-нибудь знает, в чем дело? Читайте, пожалуйста, сами, потому что, если я буду все читать вслух, то... Вагон 4 заблокировали, повышение уровня безопасности до максимального. Мы не успеем. Сижу, если я буду все читать, вы сможете остановить видео, посмотреть, отлично, мы сделали это. Да, сюда. Здесь можно говорить вперед, распределяем с поезда. Но тут угадай, кто? Это я, Ведж. Похоже, все просто удачно, но они занаскированы. В этой одежде я похож на своего младшего братишка. Как там все наши, интересно. Младший братишка, это прикольно. Да. Это я, Джесси. Как я выгляжу, Клауд? Не идет униформа швина? Да. Отлично выглядишь, настоящий мужчина. Да, я так рада. Наверное. Не сейчас. Стихно говорим, страшно, да? Теперь слишком поздно. Зачем ты вообще пошла с нами? Потому что... Эй, вы двое, у нас нет на это времени. Эй, не время бездельничать. За работу! Да, я готова. Осторожнее, я прыгаю. Не против, если я пойду первым. Лидер остается до конца. Не беспокойтесь обо мне вперед. Да, держите хвост пистолетом. Вот только начало операции. Тьм, просто пока ребята разглагольствовали, там типа остался уже за несколько станций. Увидимся. На тебе все остальное. И так, ребят, мы оказываемся здесь же. Хорошо, все идет по плану. Не позволяйте себя обнаружить, пока не доберемся до реактора с сектора 5. Бигс, Ведж и Джесси подготовили все для нас. Так что выдвигаемся. Реактор как раз за этим тоннелем. Так, я сейчас покажу, что здесь за бои проходят с этими охранниками. Хотя бы менялась вот эта вот циферка, да, 16? Вроде как километр там, или отрезок пути. Тогда бы было понятно, что мы не на одном экране стоим. А так, все мне кажется, что мы на одном. Видите, вниз гораздо больше возвращаться, если мы спрыгиваем с места, где нас не поймали. Со своим шелком, ребята, они любят время тянуть, пока все своими шелковистыми объятиями нас опутают. А недолго. Нам дольше бежать. Тоже будете знать, если выходить. Ну, в целом, я не вредил, я не поймал, я не использую. Не заблокировано вообще. Похоже, нас не ловят, блокируют просто в вагоне. Странно, бары тоже вроде бы переставлял я. В центре стоит, а он, да, все правильно. Вот. Здесь сотрудники охраны Шинера. Нам надо вернуться. Вы лавина. И вот здесь начинается бой. В котором нас встречают три охранника, специальные бойцы. На них я хочу вдоволь накачаться. Почему? Потому что на них качаться достаточно неплохо. Здесь тем более постоянно можно инициировать сражение. Вызывать бой. Вот как это происходит сейчас. Сейчас взводит сирена. Вторжение террористов. Лавина атакует. Новые охранники приближаются. Оставаться здесь. Здесь опасно находиться. Можно бежать. Можно оставаться на месте. Если мы остаемся вместе, выбежит такая же партия солдат. И все повторится. И вот так вот до бесконечности. И да, я напоминаю о том, что был такой миф, который нужно развенчать. Что если с ними сражаться там 100-500 раз. Почему я буквально с ними сражался раз 500. У меня было такое. То выпадет там этот 1.35 солдата. А дальше с этим 1.35 солдата можно еще сделать нечто круче, чем с воскрешением Айрис. Так что надеюсь, вы не разуведите, что это всего лишь вброс. Вот, конечно, вброс с воскрешением Айрис это настолько парадоксальная вещь. Ребятам так хотелось воскресить. Придумывались такие теории. Просто я еще там в годах 2000-х читал форумы. Там такие рецепты были, ребят. Просто они казались такими правдоподобными. Ну, все это было очень забавно. Ну, вот. Но суть в том, что этот миф получил такое распространение, что Square сделали на своем сайте официальное заявление. Вот вы представьте, только наверняка проступали сообщения в службу поддержки там на форумах Square. И все это бурлило и кипело. Настолько хотелось вернуть Айрис. Когда первый раз я ее потерял, я тоже был уверен, что персонаж не может погибнуть в Final Fantasy. Тем более, до этого, пройдя девятку, там никто не погибал. Из основных персонажей. И тут такая вот вещь. Так, я сюда пришел для того, чтобы показать вам еще диалоги. Заглянуть внутрь. Не вижу ничего, что могло бы здесь помешать нам пролезть. Да, но если мы пролезем в эту трубу, то не сможем вернуться назад. У Барета прическа стильная. Не стоит тратить время понапрасну. Шинра вот-вот нас обнаружит. Что значит, мы туда не полезем? Другого способа попасть в Сектор 5 нет. Дыра слишком узкая. Ты хочешь, чтобы я протиснулся через нее, чтобы попасть на платформу? Ни за что. Он противоречит сам себе, вы не находите? Эй, Клауд, что нам делать? Ну, здесь спускаемся. Проклятие, у меня зноп от этой штуки. Все, ребят, вот здесь вот мы берем эфир. Это я тоже вам хотел показать, потому что это по экрану. Хотя вы могли бы его увидеть, да, и мог бы сюда вернуться, в принципе, по этой лестнице. Ну, все. А здесь эти все моменты я вам тоже уже смогу показать. Здесь можно будет свободно перемещаться после сейва. Давайте еще вот с ним поговорим. Клауд, сюда, реактор вверх по лестнице. А то вдруг он исчезнет, если мы пойдем на сейвпоинт. Все, на этом я заканчиваю эту часть. Какое-то время покачаюсь. Наверное, недолго, но хотя бы набью каких-то монстров. Может быть, Баррету на второй лимит. Да и Тифой нужно будет лимит поиспользовать. На солдатах Шинер накапливать, уходить в тенель, использовать на ракетницах, на вот этих монстров, которые Шоу делают. Потому что, напоминаю, что лимит нужно использовать на разных монстров, чтобы открыть второй его уровень. Второй подуровень определенного лимита. Второй уровень нужен, чтобы открыть, убить определенное количество монстров. В общем, вы и так все понимаете. А я уже начинаю заговариваться. Поэтому, небольшой перерыв, чтобы следующая часть была у нас на все сто. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok